И, кстати говоря, в связи с вчерашним, в том числе, обоступлением, мы посмотрим, насколько адекватным и насколько удовлетворяющим запросам, возможно, армянской стороны будут требования, будут заявления вот этих вот самых европейских наблюдателей относительно причин и характера вот этого инцидента. Если они вообще не отмолчатся и кто-нибудь выскажут по этому поводу, мне кажется, это будет один из таких маркеров. Я думаю, что это одно из русских мест, безусловно, потому что, ну, когда правительство Армении, выступая в трибуну ООН, высказывается в том плане, что вот пусть, мол, Азербайджан сам скажет, что, с его точки зрения, являются легитимной суверенной границей Армении, ну, вот они говорят, в том числе вот такими действиями, пытаясь продвинуться как можно дальше. То есть это, опять-таки, вопрос соотношение сил и соотношение возможностей сторон. Любой выстрел со стороны российских миротворцев, которые располагают в регионе разве что легкой бронированной техники, они приведут к немедленному ответу и к немедленной эскалации, из которой я вовсе не уверен, что российские миротворцы выйдут победителями, скажем так, с учетом тех сил и средств азербайджановской армии, которые расположены по перезмету вот этой охраняемой российскими миротворцами территорией. Ну, по-разному оценку, это несколько десятков тысяч человек. Прежде всего, следует отметить, что на протяжении всего периода военных действий российская сторона пыталась всеми возможными силами и средствами, прежде всего политико-дипломатическими, достичь перемирия. Мы знаем это в том числе из выступлений президента Российской Федерации. К сожалению, не все эти усилия оказались результативными, в том числе и по причине, как мы, опять-таки, знаем из интервью Владимира Путина, армянской стороны на определенном этапе, когда предполагалось сохранение города Шуши за Нагорным Карабахом при условии возвращения туда азербайджанских беженцев. Но, тем не менее, военные действия, как мы знаем, продолжились после этого, после середины октября еще более двух недель, и в результате перемирия было достигнуто в условиях, гораздо менее выгодных для армянской стороны. В Армении и в России высказываются самые разные точки зрения по поводу усилий, прикладываемых к России для достижения уже окончательного перемирия в той конфигурации, в которой оно в основном сохраняется и по сей день. Мне хотелось бы обратить внимание на то, что у Азербайджана были все реальные возможности продолжить успех, развить свой военный успех в сторону Степанакерта, в сторону Мадракерта, в сторону других территорий, остававшихся под контролем армянской стороны, под контролем Нагорного Карабаха. Однако российская сторона настояла на введении российского миротворческого контингента, и поверьте, это было совсем непросто. Но, тем не менее, для России важно сохранение хотя бы минимальной стабильности и предсказуемости в Закавказском регионе, на Южном Кавказе, и в то же время важно избежать разгрома Нагорного Карабаха, окончательного разгрома армянской стороны, что, конечно же, могло привести к нежелательным для России последствиям. Я думаю, что именно этим, а также экстраординарным характером складывающейся ситуацией диктовались усилия российской дипломатии, российского политического руководства. Вот те судьбоносные дни ноябрьские 2020 года, по итогам которого в ночь с 9 на 10 ноября было подписано известное соглашение, известное заявление трехсторонне, которое потом российская сторона пыталась разбить в сторону детально прописанного мандата миротворцев на Горном Карабахе. Мы знаем, в том числе из публикаций зарубежных источников, что сделать этого не удалось, что Азербайджан почувствовал свою силу, соответственно, демонстрирует незаинтересованность в этом. И вообще в Баку всячески намекают на то, что после 2025 года российские миротворцы покинут зону Горно-Карабахского конфликта, то, где они сейчас находятся. Мы не можем с достоверностью судить о том, что и когда произойдет, потому что в нынешней турбулентной обстановке делать сколь-либо точные прогнозы это дело заведомо неблагодарное и дело проигрышное. Однако, на мой взгляд, в одном можно судить за стоверностью, что российская сторона и далее будет предпринимать и формальные, и неформальные усилия для того, чтобы сохранить стабильность в регионе, для того, чтобы избежать очередной гуманитарной катастрофы. Мы много говорим о блокаде, в Армении много говорят о блокаде, беспокоимся по поводу этого. Я так понимаю, что блокада Нагорного Карабаха все-таки носит частичный характер, потому что в ином случае там уже давно наступил бы голод. Но в то же время мы понимаем, что возможный вывод российских миротворцев из Степанакерта, из других местностей, где они сейчас находятся, повлек бы исход основной части подавляющего большинства армянского населения из Нагорного Карабаха, что, конечно же, серьезно ударило бы по авторитету в том числе и России. Вчерашних очередных драматических событий у села тех, которые, насколько я понимаю, к глубокому, к сожалению, еще не закончились, потому что, судя по тому, что говорят Баку, они настроены достаточно воинственно и излагают свою точку зрения, согласно которой именно армянская сторона начал на некие обстрелы, некие провокации. Естественно, в Армении придерживаются прямо противоположной версии, обвиняют Азербайджан в очередной неспровоцированной агрессии. Мне хотелось бы обратить внимание на то, что это уже не первая подобного рода эскалация. Мы помним о трагических событиях в Сентябрьских, опять-таки уже не в Нагорном Карабахе, а, собственно, на армяно-азербайджанской границе с массированными обстрелами и с гибелью сотен военнослужащих. Безусловно, Баку пытается, на мой взгляд, действуя с позиции силы, нарезать нужную ему повестку. А в чем она заключается, они, собственно говоря, особо не скрывают. Это подписание мирного договора на преимущественных условиях азербайджанской стороны, они считают себя победителями. Это согласие Еревана на все условия, которые выгнят победителя, да, победителя в кавычках, потому что, на мой взгляд, в конфликтах подобного рода победителей нет и не будет. Но, тем не менее, это пресловутый Замгизурский коридор, то есть экстерриториальная полоса Земли или даже две, потому что, как мы знаем, Замгизурский коридор, опять-таки, так называемый Замгизурский коридор, как мы знаем, имеет под собой, под этим термином подразумевается, с одной стороны, железнодорожная линия через Мегри, которая существовала в советское время и которую еще предстоит построить, если, опять-таки, такое решение будет принято. Тут пока больше разговоров, но, насколько я понимаю, конкретных решений нет технических и, прежде всего, потому что нет соответствующего политического решения. И автомобильная дорога через СССР. В свое время, кстати говоря, в Армении заявляли о предполагаемом начале работы даже контрольно-пропускных пунктов в этих краях. Если я не ошибаюсь, это было в августе прошлого года, как раз перед сентябрьским обострением, но потом этот вопрос заглох, значит, началась вот эта эскалация, и, собственно говоря, об этом не вспоминаю. Но, тем не менее, мы можем предположить какого-то определенного рода сопряжений военных событий на армяно-азербайджанской границе и тех кулуарных, по большей части кулуарных, потому что информации мы об этом не знаем. Мы знаем, я имею в виду консультации по заключению армяно-азербайджанского мирного договора, мы знаем об отдельных заявлениях министров иностранных дел Жихнуга Байрамова и Арарата Мирзаяна, о том, что такие-то драфты переданы. Мы помним, в Москве звучали такие заявления. Но о сути ведущихся переговоров и о том, в каком они состоянии находятся, мы не имеем достаточно такого внятного представления. Но вот по периодическим всплескам военной эскалации, мне кажется, мы можем сделать некоторые косвенные выводы о том, что процесс подписания мирного договора, или, скажем так, согласования текста мирного договора находится, мягко говоря, не в самой лучшей стадии. Мы можем говорить об условном, конечно, характере тех или иных блоков, на фоне последних событий, в том числе и различных военных демонстраций по обе стороны, так сказать, границы по Араксу, мы можем по публичной риторике, по высказываниям экспертов в той или иной степени определенности, мы, конечно, можем судить о том, что, с одной стороны, имеет место достаточно тесная, достаточно крепкая связка между Турцией и Азербайджаном. Я бы, кстати говоря, добавил сюда еще и Израиль, потому что Израиль достаточно активно, значит, сотрудничает в военном плане с Азербайджаном, и это вызывает серьезное беспокойство со стороны Ирана, который, в свою очередь, настроен на более тесное взаимодействие с Арменией по отдельным вопросам. Прежде всего, конечно же, иранцев интересует небольшой участок вот этой вот границы в Сюнике, границы в Мехаринском районе, который при неблагоприятных обстоятельствах может быть отсечен вот этим экстерриториальным Мангизунским коридором и против чего, конечно, иранцы и формально, и неформально на разных уровнях выступают и говорят о неприемлемости такого сценария. Косвенно, я думаю, что с Ираном солидаризируется и Россия в более широком контексте, потому что мы знаем, после тех событий, которые были вами упомянуты, после 24 февраля прошлого года, коммуникационные связи и так называемый коридор север-юг между Россией и Ираном, он приобретает качественно более широкое значение, более важное значение, в том числе и для торговли с Россией с Ближним Востоком. Кстати говоря, здесь имеют место достаточно серьезные, на мой взгляд, противоречия, которые могут еще ломкнуться в будущем, потому что, как мы знаем, западную ветку этого коридора предполагается пустить через Азербайджан, но в то же время серьезные контакты Азербайджана в последнее время с Североатлантическим альянсом, с Израилем, с тем же, о чем я уже говорил выше, тесные связи с Лондоном, Баку, они делают, на мой взгляд, этот сухопутный путь, так сказать, проблематичным. Мы видим высказывания отдельного рода экспертов, которые говорят о том, что этот путь сухопутный север-юб через азербайджанскую территорию между Россией и Ираном, он так или иначе будет под ударом, его реализация будет связана с серьезными проблемами. То есть мы видим, что здесь достаточно такой глубокий клубок противоречий, которые в нынешней вот такой вот турбулентной обстановке и в то же время характеризующийся ростом вот таких вот радикальных противоречий, которые были усилены началом специальной военной операции, потому что, вот возвращаясь к, скажем, Нагорно-Харабарскому регулированию, мы помним, что те же европейские чиновники, тот же Шарль Мишель, он перед тем, как, значит, озаботятся какими-либо усилиями, да, на Южном Кавказе, где до последнего времени присутствие Брюсселя было весьма слабым, он звонил президенту Путину. После 24 февраля и весь последующий период мы видим, как эволюционирует политика того же Брюсселя, включая и переговоры, значит, в пражском формате, в так называемом брюссельском формате, который, кстати говоря, Польшинян недавно критиковал в одном из своих выступлений. Ну и наблюдательная миссия на границах Республики Армения, которая вызвала очень серьезную такую вербальную озабоченность в МИДе Российской Федерации, и не только вербальную. И, кстати говоря, в связи с вчерашним в том числе обострением мы посмотрим, насколько адекватным и насколько удовлетворяющим запросам, возможно, армянской стороны будут заявления вот этих вот самых европейских наблюдателей относительно причин и характера вот этого инцидента. Если они вообще не отмолчатся и кто-нибудь выскажут по этому поводу. Мне кажется, это будет один из таких маркеров. И, кстати говоря, я думаю, что вопрос с направлением вот этой вот самой мониторинговой миссии ОДКБ, от чего отказалась армянская сторона, от практически уже согласованного документа технического в конце прошлого года на стампинге ОДКБ как раз в Ереване. Судя по последним заявлениям представителей российского МИДа, и ОДКБ, глава которого, если я не ошибаюсь, недавно побывал в Ереване, этот вопрос тоже не закрыт. Я думаю, что здесь, конечно же, является зоной ответственности территории Республики Армении. Другое дело, что границы Армении с Азербайджаном должным образом не демонтированы и не делимитированы, не определены. И мы знаем, что Россия как раз настаивала на этом, в том числе и в рамках трехстороннего формата на уровне лица премьеров трех стран, которые, к сожалению, уже несколько месяцев, так сказать, не встречаются и возникла определенная пауза в этой работе. Я думаю, что это одно из узких мест, безусловно, стран, потому что, ну, когда права правительства Армении, выступая в трибуны ООН, высказывается в том плане, что вот пусть, мол, Азербайджан сам скажет, что, с его точки зрения, является легитимной и суверенной границей Армении, ну, вот они и говорят, в том числе вот такими действиями, пытаясь продвинуться как можно дальше. То есть это, опять-таки, вопрос соотношения сил и соотношения возможностей сторон. Вопрос, безусловно, серьезный, потому что без него трудно, значит, вот так вот четко, значит, обозначить зону ответственности ОДКБ и подобного рода инциденты и недоразумения, которые будут использоваться в том числе и в целях, так сказать, деструктивных, они, к сожалению, будут возникать. Вот. Я так понимаю, что Россия ведет, так сказать, и официальную, и, возможно, неофициальную работу, чтобы сблизить позиции сторон. И, кстати говоря, тесный диалог с Азербайджаном, Россией, на что позабоченностью я знаю, обращают внимание в Армении. Мне кажется, что это все-таки в конечном итоге будет способствовать больше стабилизации ситуации. Азербайджан стремится к так называемой интеграции армянской общины Нагорного Карабаха на своих условиях. И мы знаем, что здесь предпринимаются и силовые действия, и действия, скажем так, на грани террористических методов. А как иначе объяснить убийство, скажем, как иначе обозначить убийство вот недавние сотрудников паспортной службы Нагорно-Карабахской республики, здесь и действия, которые однозначно можно оценить как запугивание. К сожалению, Азербайджан пользуется теми возможностями, которые у него есть. Я знаю, что в Армении достаточно серьезно разгоняются претензии в этой связи к российским миротворцам, потому что они не обеспечивают должный уровень безопасности. В частности, на трассе Горис-Степанакерт после известных событий Лачинским коридором это уже трудно назвать. Я бы говорил о трассе Горис-Степанакерт, причем проходящей по новому маршруту, как вы знаете, гораздо менее удобному. Но здесь мне хотелось бы обратить внимание, что любой выстрел со стороны российских миротворцев, которые располагаются в регионе разве что легкой бронированной техники, они приведут к немедленному ответу, к немедленной эскалации, из которой я вовсе не уверен, что российские миротворцы выйдут победителями, скажем так. С учетом тех сил и средств азербайджанской армии, которые расположены по перезмету вот этой охраняемой российскими миротворцами, территорией. По разным оценкам это несколько десятков тысяч человек. Вы знаете, что азербайджанская армия и пограничная служба, кстати говоря, они располагают и тяжелой техникой, они располагают всеми, скажем так, широким, не всем, но широким средством, широким спектром вооружения. И на фоне той, скажем так, негативной оценки деятельности российских миротворцев, которые существуют и в азербайджанской СМИ, и в экспертной среде тоже, мы можем предполагать, что последствия будут достаточно серьезными. Ну альтернатива это, мы знаем, это переговоры в трехстороннем формате, переговоры, которые до некоторого времени осуществлялись на базе как раз российского миротворческого коммунингента, в Иваняне, если не ошибаюсь, в Аскеранском районе. Сейчас вот в Азербайджане пытаются, причем делают это достаточно грамотно, перевести это в плоскость двустороннего, скажем так, диалога на условиях Баку между азербайджанской властью и, как они говорят, значит, армянской общественность Нагорного Карабаха. Власти Нагорно-Карабахской республики придерживаются своей точки зрения, вот, в частности, министр иностранных дел Сергей Газарян говорит о том, что это неприемлемо. Ну, мне здесь представляется важным обратить внимание на некоторую самоустраненность от этого процесса официального Еревана, который, вроде бы, тоже сами Пашиняна, они приветствуют диалог между Степанакятом и Баку, но сами от этого как-то самоустранились. Ну и понятно, что если Армения выпадает в качестве гаранта безопасности Нагорно-Карабахской республики, то диалог фактически вешается на российских миротворцев, на российские, может быть, какие-то другие структуры, которые тоже с учетом того, что Россия не является эксклюзивным игроком в регионе, причем уже давно, они будут иметь только частичный успех. Конечно же, не только. Мы уже неоднократно упоминали вот затянувшуюся специальную военную операцию на Украине, которая, так или иначе, эхом отдается по всему постсоветскому пространству и на Южном Кавказе с его вот этими ненурегулированными филатентными конфликтами особенно. Потому что различные стороны они смотрят и оценивают в том числе и возможности России, российской армии как миротворца, как стороны, которая способна твердо и решительно положить конец неблагоприятным, скажем, различным тенденциям в ближнем за рубежи. На мой взгляд, например, если бы специальная военная операция пошла по нескольку иному сценарию, то я не уверен, что были бы и сентябрьские события, я не уверен, что были бы и другие вот эти вот обострения, которые ведут к, значит, усугублению ситуации и к, значит, дальнейшим военным жертвам, с перерастанием, с возможным гипотетическим перерастанием очередного инцидента в, так сказать, нечто более серьезное, что потребовало дополнительного отвлечения усилий России и политико-дипломатических, и информационных, и, возможно, материально-технических. В российской экспертной среде доминировала до последнего времени мнение, что он именно в Карабахском и Южно-Кавказском вопросе возможен, но сейчас, опять-таки, это связано с ответом на предыдущую часть вопроса, да, ясно, что это не так, и что Брюссель, наверное, Вашингтон будут вести собственную линию в регионе, которая, кстати говоря, будет диктоваться исключительно их интересами, и в том числе интересами выдавливания российского военного иного присутствия из региона, но никак не интересами установления прочного и долгосрочного мира между Арменией и Азербайджаном, потому что, как мы понимаем, подписать бумажку легко, относительно легко, да, при желании, при должном там давлении господина Блинкина или еще кого-то, но вот исполнять эту бумажку и, значит, действительно идти к миру на всех, так сказать, возможных уровнях и во всех возможных проявлениях это более долгая и гораздо более трудоемкая задача. Игорь Негода